Вы периодически спрашивали меня, как же я зарабатываю на жизни, чем я занимаюсь. Так вот, друзья, с этого момента по понедельникам я буду делиться своими мыслями на этот счет, рассказывать о каких-то способах заработка, которые в принципе доступны каждому из вас. Главное проявить немножко терпения, трудолюбие, стремление, ну и получить какие-то знания. Сегодня я расскажу вам о том, как я зарабатываю на фотостоках. Это не единственный, не основной мой доход. Это один из. И сейчас мы отправляемся на съемки. Как и многие, кто работает с фотостоками, начинала в свое время еще с фотографий, с предметных фотографий. Фотографировал все, что только под руку попадалось. Занимаюсь я этим уже лет, наверное, 5-6. За это время на моем портфолио, на всевозможных сток-площадках скопилось огромное количество фотографий, за счет чего я получаю, в принципе, свой доход. К сожалению, сразу вот так со старта начать снимать и разбогатеть, наверное, не получится. Даже за 6 лет этой деятельности, учитывая, что у меня в портфеле больше 10 тысяч фотоснимков и больше 2 тысяч видеороликов, средний доход в месяц где-то капает 200-500 долларов, когда как. Тем не менее, это деньги и неплохой подспорь, особенно когда с какими-то другими проектами что-то не выгорает. На данный момент я специализируюсь на съемке таймлапсов. Вы, наверное, уже все прекрасно знаете, видели, что в моих влогах постоянно таймлапсы присутствуют. Таким образом, я совмещаю приятное с полезным. Я, когда выезжаю куда-то в город, я снимаю таймлапсы и для себя, то есть для влога, и для стоков. Сейчас мы с вами проедем буквально 3 остановки от моего дома в одно интересное место, и сделаем там вместе с вами таймлапс, и через месяц посмотрим, сколько же он денег принесет. Один таймлапс. У меня в данный момент в профиле их больше тысячи. Если вам понравится сегодняшнее видео, в будущем я затрону такую тему, как выбрать тематику своего портфеля на фотостоках, что лучше снимать, какую прибыль это может потенциально принести. Обо всем мы поговорим в следующий раз. Сегодня только технические моменты, и сегодня только технический краткий курс, как я это делаю и сколько мне это приносит. Я в основном стараюсь снимать так называемые индастриал видео, индастриал таймлапсы. Это города, это машины, это дороги, и все, что с этим связано. Почему? Ну, потому что это одна из таких постоянно требующихся тем на стоках. Во всевозможные ролики подобные куски видео вставляют, во всевозможных программах используют, поэтому покупают такие таймлапсы достаточно часто. Для этого я специально, вот сейчас, чтобы вам наглядно показать, приехал в такое место. Здесь у нас идет трасса загородная, здесь у нас мост. И сегодня таймлапс мы будем делать вид с моста. Кстати, для тех, кто не знает, что такое таймлапс, таймлапс это, по сути, это ускоренная видеосъемка. Конечно, правильнее всего делать таймлапсы с помощью фотосъемки. То есть ставится интервальная съемка, камера через определенное количество секунд делает кадр, потом эти карты расклеиваются из расчета 30 кадров в секунду, и мы получаем видеоролик. Я делаю гораздо проще, я просто снимаю видеоролик, потом его на обработке ускоряю, и таймлапс готов. Еще года три назад техника не позволяла всего этого делать, сейчас справляется на ура. Перед тем, как начать, хотел затронуть один технический момент, очень важно, если вы хотите снимать таймлапсы, вам потребуется минимальный набор техники, это зеркальная камера, аккумуляторы, штатив обязательно, ну и вот такой вот фильтр. Это поляризационный фильтр, что он дает? Дает он две вещи. Во-первых, он выравнивает картинку между светлыми и темными объектами, самый лучший пример это облака. Вот сейчас вы увидите, как идет съемка, облака не такие четкие и не такие яркие, как хотелось бы. Как только мы начнем снимать таймлапс, я накручу вот этот фильтр, и вы увидите разницу. Также этот фильтр помогает убрать блики со стекла. Когда ты снимаешь в городе, очень много вокруг витрин, очень много вокруг стекла, очень много бликов, и вот этот фильтр их всех убирает. картинка получается более качественной, соответственно, шансов продать данный ролик, данное видео или даже данное фото намного выше. Что ж, давайте попробуем снять таймлапс. Вот такой вот шикарный вид я выбрал. Сейчас мы установим камеру прямо на вот этот парапет и начнем съемку. Естественно, снимаем мы все это исключительно в ручном режиме, для того, чтобы выставить те характеристики, которые не будут прыгать. Шаттер ставим 1,30-1,50 секунды, диафрагму ставим, ну, в нашем случае, поскольку нам надо, чтобы все было в резкости, где-то на 8-10, и ISO ставим 160. И запомните, для того, чтобы получить самую качественную картинку, ISO должно стоять значение 160, 320, 640 или 1250. Это три самых важных значения для видео. Ну и фильтр. Сейчас я вам покажу, что он дает. Я его уже прикрутил. Когда его начинаешь вращать, происходит вот такое вот чудо. Видите, облака становятся намного ярче и намного четче. Резкость мы выставили, картинку выровняли, горизонт выровняли. Можно начинать. Ну что ж, первый ролик мы сняли. Я никогда не снимаю по одному. Я приношу домой, как правило, 10-12 заготовок, из которых выбираю в среднем 3-5 штук. И каждый день, ну, практически каждый день, заливаю их на фотостойке. Сейчас попробуем снять еще что-нибудь. И мне, пока я снимал первым таймлапс, пришла в голову идея направить камеру непосредственно на трассу и снять сами машины. Давайте попробуем. Что касается времени съемки, я обычно снимаю таймлапсы таким образом, чтобы конечный результат у меня получился где-то секунд на 10-15, не больше. Больше не нужно, поверьте. Для того, чтобы снять готовый материал 10-секундный, исходник должен быть, ну, минут 5, иногда 7. Бывают случаи, когда больше. Ну, в среднем этого, в принципе, по большому счету хватает. Все это придет с опытом, если вы решите этим заняться. Попробуйте. Единственное, что сразу говорю, что на огромные какие-то доходы рассчитывать не стоит. Скорее, стоки в наше время, это такой хороший способ совместить свое увлечение, свое хобби с дополнительной прибылью. Я бы сказал так. Ну что ж, друзья, парочку таймлапсов мы уже отсняли. Для примера, я думаю, более чем достаточно. Сейчас отправляемся домой. Я покажу, как их правильно редактировать, как правильно ускорять, как сделать, в конце концов, из изначального видео уже сам таймлапс. Ну и покажу, поделюсь своими какими-то соображениями по поводу цветокоррекции. После того, как приехали домой, скинули весь материал на компьютер, можно приступить к монтажу. Я просто беру тот кусок видео, который я снял для таймлапса, ставлю на него фильтр retime, то есть ускорение, и получаю результат. Отдельно хочу пару слов сказать о цветокоррекции. Когда будете выкладывать ролики на фотостоке, старайтесь выкладывать их вот в таком вот нейтральном свете, если хотите, очень тусклые. Почему? Потому что, ну это изначально надо их такими снимать, для того, чтобы такие ролики снять, нужно настройки камеры, такие как резкость, контрастность, цвета убрать в минимум, чтобы картинка получилась почти черно-белая. Почему так? Потому что материал, как правило, покупают монтажеры, а монтажеры цветокоррекцию накладывают такую, какую они уже хотят. Сейчас я вам продемонстрирую несколько вариантов цветокоррекции тех роликов, которые мы с вами вот буквально несколько минут назад сняли. Субтитры сделал DimaTorzok Все, материал готов. Теперь можно его залить на фотосток. Достаточно просто в течение трех минут зарегистрироваться. Фотостоков великое множество. Никакие отдельно рекламировать не буду, советовать тоже не буду. Просто забивайте в гугле фотосток и смотрите, если там доступна загрузка видео, то можете загружать. Если эта тема вам интересна, могу в следующих выпусках рассказать, как грамотно и как качественно и правильно снимать портретную, предметную съемку, прошу прощения, тоже пользуются огромной популярностью, огромным спросом. Возможно, кому-то подойдет это больше. Я понимаю, что из меня, наверное, учитель хреновый, мягко говоря, потому что, честно говоря, не представляю, что особо рассказывать. Вкратце все показал, все рассказал. Что касается доходов, вроде тоже сказал. На огромные прибыли с фотостоков рассчитывать не стоит. Ну, за исключением тех вариантов, если вы реально очень плотный, очень конкретно займетесь этим делом. Есть в стокере, и даже в России есть стокеры, которые зарабатывают там по 10 тысяч долларов в месяц. Такие тоже есть, но это достаточно сложно. Лично я, я бы, наверное, не стал бы этим заниматься, вот с такой целью, потому что есть более простые способы заработать денег. Тем не менее, фотостоки однозначно великолепное подспорье, особенно для тех, кто увлекается фотографией, видеосъемкой, кто много путешествует, кто снимает там в каких-то экзотических местах. Хотя это абсолютно не главное. Очень часто бывает такое, что на фотостоках миллионы роликов или миллионы фотографий там каких-то мальдивских островов, а, допустим, какого-нибудь партизанского района Минска фотографии или видео вообще нет, а нужны именно они. Поэтому просто изучите фотостоки, почитайте форумы, информации там полезно очень много. Ну, я надеюсь, что вот такой пробный сегодняшний влог вам, в принципе, понравится. Хотя, не знаю, может, не понравится. В следующем расскажу о чем-то новом, о чем-то другом. Пишите комментарии, пишите замечания, потому что для меня запись вот таких вот влогов, уроков, это полная новинка. Я не уверен, что я с ней хорошо справился сегодня, но первый блинком. По крайней мере, информацию какую-то я дал, пищу для размышления дал. Надеюсь, что кому-то она станет полезной. Все, ребята, всем удачи, всем пока. Завтра мы будем готовить что-нибудь вкусненькое. Завтра у нас будет влог о еде. Всем удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok